генеральная уборка вместе с богом свидетельство мир вам сестры братья приветствую вас на блоге виктора бусло познание послушайте свидетельство брата виктора ему 52 года который делится своим опытом проведения генеральной уборки в своем сарае под руководством божьей руки это событие генеральная уборка произошла год назад в 2023 году не пропустите эту вдохновляющую историю божественного мешательства во время уборки любовь отца небесного благодать бога есть не только на таких великих делах как спасение исцеление чудеса на отец также с нами и в наших повседневных делах он смотрит и на мелочи в нашей жизни даже здесь не оставляет нас не пропустите эту вдохновляющую историю божественного мешательства во время уборки подпишитесь чтобы получать больше вдохновляющего контента о божьей благодати и помощи в нашей жизни чудесная генеральная уборка в сарае история брата виктора летом в июле виктор запланировал сделать генеральную уборку у себя во дворе в сарае был очень жаркий июльский день ему не хотелось работать такую жару на улице сарай находится отдельно от дома во дворе он сделан из дерева из-за этого было немного прохладно внутри ветер немного продувал но виктор запланировал на этот день значит нужно сделать так как на следующий день другая работа так вот не хотя но с молитвой виктор вошел в сарай и начал делать тщательную уборку подметая и раскладывая все по полкам и своим местам виктор рассказывает что когда он закончил работу то посмотрел на часы прошло ровно четыре часа он не заметил как это как это время прошло сначала даже не поверил рассказывал что работал без остановки и совсем не почувствовал усталости все было убрано и расставлено по своим местам и в заключении все выметено он говорит что сразу пришла мысль что это сделал бог как рассказывает виктор у него до сих пор и он все хорошо помнит и полная уверенность в том что это была божья рука рука божья во время генеральной уборки сарае слава богу за его помощь что даже в таком маленьком деле как генеральная уборка сарая но бог все равно рядом с нами происходила уборка сарая как вы думаете кто помог виктору бог отец иисус христос или дух святой конечно можно сказать бог своей рукою но давайте посмотрим на этот случай как через увеличительное стекло если бы уборка была в церкви или к виктору домой пришел кто-либо из церкви в помощь то можно было было бы сказать что это иисус христос через своих служителей если бы в сарае произошло чудо какое-либо чудо друзья может жена пришла помогать шучу или исцеление то можно было бы сказать что это сделано духом святым но виктор был один и знамений было во первых то что быстро прошло время во вторых бог укрепился укрепил силы четыре часа без перерыва и не почувствовал усталости в третьих все было сделано в исключительном порядке в четвертых было свидетельство духа святого что это бог тут было знамение времени так часто в трудных обстоятельствах помогает видна рука божья именно благодать бога отца этот признак благодати трудно объяснить его может понять только тот кто сам пережил такое остальным можно принять только верой в силу божью если у вас также будет сложная ситуация бог отец также будет с вами и поможет пройти трудные обстоятельства сестры братья вы переживали в своей жизни знамение временем сложной ситуации если да поставьте лайк знамение времени посмотрим на случай такой подобный когда сыны израиля выходили из египта они переходили море вышли утром а в середине дня уже перешли возьмем примерно 12 часов представьте колонна около двух миллионов человек которая идет по морю и за двенадцать часов по нашим меркам пересекла море это книга исход 14 глава стихи с 15 по 21 и сказал господь моисею что ты вопиешь ко мне скажи сынам израилем чтобы они шли а ты подними жезл свой и простри руку твою на море и раздели его и пройдут сыны израилевы среди моря по суше я же а я же озаресточу сердце фараона и всех египтян и они пройдут след за ними и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его и на колесницах его и на всадниках его и узнаю все египтяне что я господь когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади них. Двинулся и столб облачный от лица их и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом сыном Израилевых. И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились они друг с другом всю ночь. И простер Моисей руку свою на море. Игнал Господь море сильным ветром всю ночь, и сделал море сушью, и раступились воды. Это из книга Исход, 14 глава, стихи с 15 по 21. Конечно, трудно представить переход моря. Сделать уборку за 4 часа, не останавливаясь, без усталости можно? Конечно, разные мерки. Но и там, и тут Бог укрепил и был с ними. Благодать жизни Виктора. Здесь именно Бог Отец проявил свою благодать жизни Виктора. Божья рука, благодать генеральной уборки, проведенной год назад. И Отец как бы говорит, что для него не существует мелких дел его детей. Он хочет и присутствует весь день со своими детьми. И свидетельство Духа Святого укрепляет Виктора в трудные моменты. Если вам предстоит генеральная уборка в доме, комнате, в ванной или по всей квартире, а если в ванной комнате у вас есть трудности, помолитесь и идите делать работу. Бог укрепит вас и будет вместе с вами. Если мы хотим увидеть Божью благодать в своей жизни, друзья, нужно что-то делать. Под лежачий камень вода не течет. Задайте вопрос Богу. Покажи мне свою руку сегодня. Укрепи меня. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели на исход сынов Израиля, слушали свидетельства Божьей помощи во время ежегодной уборки, опыт брата Виктора. Стоит отметить, что мы много говорим и будем говорить о чудесах, знамениях Бога, Иисуса Христа и Святого Духа на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, для того, чтобы всегда быть вместе с нами в этом увлекательном путешествии. А сегодня я, пожалуй, заканчиваю. Между прочим, если вам понравилась запись или вы получили слово откровения Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Друзья мои, когда вы ставите «мне нравится» лайк или делитесь рассказать друзьям. Вы помогаете служению спасения и распространению Слова Божьего. Аминь.